Всем большой привет! Меня зовут Наталина и сегодняшнее видео целиком и полностью будет посвящено косметике из магазина Miniso. У меня вот такая подарочная упаковка. Смотрите, здесь оленюшки и у них вот пумпончики на хвостике. Miniso уже славится своими супер креативными пиар-рассылками. Давайте скорее открывать эту коробку, смотреть, что в ней. Если вам кажется, что я говорю немножечко в нос и немножечко храплю, то вам не кажется. Мне кажется, уже который год подряд декабрьские видео без заложенного носа и кашля у меня не выходят. Jingle bells, jingle bells и все такое. Итак, давайте вскрывать и смотреть. Ребята, смотрите, что это? Это очки. Ребята, если вы не знаете сеть такую, как Miniso, Jingle bells, jingle bells, так, все, спокойно, то сейчас вы узнаете, потому что это в этой сети можно купить вообще все. Можно купить косметику, какие-то расходники, какой-то просто, ну реально, там вот все практически, что вам приходит в голову, там все это можно купить. В прошлый раз я тестировала косметику, я оставлю ссылку обязательно внизу на это видео. Так же, блин, офигеть, это еще и ручка! Короче, я вот на такую всякую мелочевку, знаете, какая падкая? Я с этими магазинами первый раз познакомилась в Азии, когда была немного там, где есть, и я всегда уходила туда с какими-то гигантскими пакетами, и на самом деле об этой сети магазинов я рассказывала, мне кажется, еще достаточно давно, когда они, наверное, даже и не планировали еще приходить в Россию, и мне срочно нужны эти очки, простите. На все очень бюджетные цены, косметика тоже все очень бюджетная, и, кстати, по промокоду Наталина Муа в течение 10 дней после этого видео вы можете получить скидку 10% в офлайн-магазинах Miniso, я оставлю их адреса внизу, то есть вы приходите, выбираете товары, посмотрим сегодня что тут, боже мой, так, я отвлекаюсь, подходите на кассу, отдаете ваши покупки, и пока вам пробивают, они такие, Наталина Муа, и они вам делают скидочку 10%. Да вот зря вы, ребят, положили, я как, знаете, как с котами играю, я тоже такая, так, а что это? Кстати, вот в Азии любят такую тему, они цепляют крем или дезинфектор для рук на рюкзак, например, для какого-то там путешествия, очень удобно, чтобы не занимать дополнительное место. Так, это с медведями, ну, в смысле, нарисованные медведи здесь, гризли и панда, у них еще белый, да, по-моему, есть медведь, ну, и, наверное, вот эта штучка, она, кстати, видите, снимается, и можно любой другой крем, по идее, туда вставить, ну, который по размеру подойдет. Так, это для какого места, хочу я спросить? Крем для рук. Если вам не кажется это супер миленьким, то мы с мистером медведем скажем, что у вас нет сердца. Нет, шучу, но это правда, это очень мило. Так, кстати, маски, которые у меня были в предыдущей коробочке, мне кажется, я их все израсходовала, очень даже хорошие маски были. Так, ой, с белым тоже есть крем. Все, со всеми тремя медведями. Кстати, сегодня 29 декабря, елка у меня не собрана, не наряжена, я даже не решила, в каком она будет у меня цвете. Ну, кстати, елка в зеленом цвете, мне кажется, это прикольно было бы. Ну, в общем, здесь и шарики, и вот такие вот коробочки. Пишите внизу, в каких оттенках у вас елка в этом году? Ой, блин, короче, надо елку наряжать. Вот это что-то вообще непонятное. Кисть для макияжа 3 в 1. Я в шоке. Вообще. Я просто, я знаете, такая аж замолчала. Блин, офигеть, идея нереально крутая. Ну, вот это для тона, мне кажется, очень похоже на кисти от Kiki W Beauty от Kima Kardashian. Вот это, там, не знаю, для консилера. Что тут, офигеть. До чего дошел прогресс? Обалденно интересно. Вчера, короче, все свои кисти помыла. И посчитала. Их оказалось 254. Я немножечко офигела, конечно. И я нашла с утра еще сегодня 10 кистей. Так. Кстати, кисти мягкие, и они, знаете, и они такие, ручка тоже надежная. Так, а косметика-то выйдет у нас сегодня погулять? Так. Это Perfect Skin BB Cream. Увлажняющая эссенция Olives от Miniso. Так, еще один BB. Маска с пандой. Мне кажется, в прошлый раз была с белым медведем. Здесь должна быть рассыпчатая пудра, по идее. Сейчас мы будем тоже все скрывать и смотреть. Ой, так, не падаем. Тушь у нас есть. И также у меня куча оттенков помад различных. Вот еще 4 помады. Их всего 8. В принципе, это все. Ни теней, ничего такого у нас с вами здесь нет. Давайте сначала начнем в любом случае с маски с медведем. И потом уже перейдем тогда к макияжу. Так. Ой, блин, сколько там жидкости. Блин, ребята, напишите внизу, у кого постоянно стресс, вот когда есть маска и вот эта более плотная основа. Я понимаю, что без этого маска просто в тряпку скатается, но у меня стресс. Что, снимаю маску. Всю эссенцию распределю по всему лицу. Кстати, косметика вот эта Miniso, она сделана в Корее. Так, сыворотка пусть пока впитывается. У нас здесь с вами есть два BB-крема. Вообще вот этот Lasting и влажный, Lasting and Moist и Perfect Skin BB Cream. Ну, они наверняка мне будут, как всегда, слишком светлые. Ой, блин, я так люблю вот такой формат выпуска, когда здесь нажимаешь вот на эту штучку, по идее, и оттуда типа лезет. Здесь достаточно долго пришлось давить, пока оно начало вылезать. Блин, это так прикольно. Ну, наверное, это мой цвет, но, ребят, я буду все смешивать с жидким бронзером, потому что я не могу, я не могу на себя смотреть в таком белом оттенке. Но если у вас проблема, и вы, наоборот, хотите стать посветлее, то, скорее всего, вот всякие корейские кушаны, и это прям то, что вам надо. Так, это вот этот у нас, товарищ. Честно говоря, я, конечно же, хочу нанести вот это, потому что он так прикольно вылезает. Я прям сюда добавляю немножко бронзера, использую это все как палитру, и с помощью спонжа я это просто все смешаю. Потом можно это просто все влажной салфеткой протереть. Прикол в том, насколько я знаю, что в таком формате выпуска сам продукт хранится очень сильно внутри, то есть он не сразу за этими дырочками, там есть определенная прослойка, поэтому, в принципе, такую вот мерзость сделать вполне себе допустимо. Мне кажется, знаете, как было бы круто, чтобы был не спонж, а кисть просто, ну, такого формата поменьше. И вы могли бы, например, нанести тон, нанести там какой-то консилер и там что-то совсем точечное. Давайте нанесем тон. Он, конечно, один из лучших способов наносить продукт из Кушена, это вот такой аппликатор, но у меня с ними вечная какая-то проблема, потому что мне не хватает терпения, но самое ровное нанесение именно им будет. Сам продукт очень классно ложится. Посмотрите, он, конечно, с более таким сияющим финишем, но, как большинство продуктов в формате Кушен, его особо не видно на коже, как мне кажется. Ну, сейчас красный нос я свой подзамажу, конечно. И что мне очень нравится, то, что он достаточно кроющий, то есть он все практически мои какие-то нюансы цветовые, скажем так, перекрыл. Я нанесла, как всегда, чуть-чуть консилера. Хочу подтушевать кистью, которая называется Foundation Brush. Кстати, норм, норм. Синтетика мягкая, и здесь такая сборка не слишком плотная, но и не слишком воздушная, поэтому она вот таким аппликативным движением нормально достаточно растушевывает. Дальше у нас с вами пудра. Было написано, что она рассыпчатая, но что-то как-то нет. Давайте нанесем пудру кистью, собственно, для пудры. Пудра сразу мотирует, не суперсильный цвет какой-то у нее. Тональный крем, естественно, скатывается на веках, потому что все эти Кушен, ну, практически все, это средства с влажноватым таким финишем, поэтому для меня пудра точно, точно нужна. Так, скульпторов румяна у нас здесь с вами нету. Помаду вот такую я не люблю на себе использовать в качестве румян, поэтому я сейчас завершу лицо за кадром и вернусь к вам. Я тут начала наносить и поняла, что у меня-то есть кисть для этих целей. Давайте с помощью нее и нанесем. В принципе, я не супер фанат синтетических кистей для нанесения сухих продуктов, но должна сказать, что я как-то проблем никаких особых не переживаю. Здесь втушевываю тоже бронзер в линию роста волос. Единственное, кисть как-то немножко, мне кажется, великовата для этих целей. Видите, она прям на пол лица. Кистью, которая для пудры, я нанесу немножечко румяна. Ну, вот на глаза, кстати, можно чуть-чуть нанести и попробовать помаду. Я взяла помаду в оттенке 05. Они здесь все у меня такие, знаете, красновато-розоватые. Помада, кстати, очень кремовая. Интересно, как она сейчас на губах будет смотреться. Так, я пока растушевываю, и поскольку, естественно, такие помады, они не фиксируются, то я ее просто припудрую, да и все. Чтобы глаз не выглядел настолько больным, я нанесу немножечко коричневого просто карандаша любого по ресничному краю и подтушую. Слушайте, я поняла, для чего вот эта кисть очень удобна. Как раз для того, чтобы подтушевывать стрелку. Ну, не стрелку, карандаш. Я просто чуть-чуть дублирую, грубо говоря, карандашом свой татуаж, чтобы он не выбивался. И какие-то прям остатки карандаша, ну, то, что на кисточке у меня осталось, я чуть-чуть снимаю на нижний веко, чтобы у меня просто какая-то скульптура глаза появилась. Сейчас я подкручиваю ресницей и буду наносить тушь. Обычно водостойкие туши не самые объемные. А я люблю побольше объема. Но вот с тушами, знаете, еще такая засада, что тушь, как она красит, и вообще нравится тебе или нет, мне кажется, можно понять раза там типа после четвертого, после пятого. Потому что тушь имеет свойство такое, знаете, раскрашиваться. Давайте сейчас выберем помаду. Я сделала первые свотчи. Это оттенок 1 классический красный. Здесь, кстати, знаете, какая гениальная вещь, то, что здесь цвет не только на попке, но и на крышке. Дальше оттенок 3 и Базар Ред, он называется. Они, кстати, все в форме звезды. Они невероятные какие-то кремы. Мне кажется, даже на свотче видно, насколько они мягкие. Потом оттенок 4, оттенок 5 и оттенок 6. Такой коралловый нежненький. На этой руке давайте нанесем оттенок 7, оттенок 8 и оттенок 9. Мне сразу понравился вот этот оттенок номер 3. Я думаю, давайте мы его и будем наносить. Сейчас посмотрим, как он просто сам по себе наносится. Ой, он прям ярко-коралловый. Я люблю такие тепловатые красные оттенки. Давайте я дальше его оттушую. То есть можно наносить как и плотным цветом, так и, пожалуйста, растушеванный контур. Но у меня, конечно, вообще не корейский вот этот стиль с моим сантиметром в подарок на губах. Простите. Ощущаю непреодолимое желание уголочки. Чуть-чуть затюнить первым оттенком. Мату точно нельзя сильно выдвигать. Потому что она какая-то невероятная, просто мягкая. И она, скорее всего, сломается. Ну что, ребята, мой образ готов. Конечно, без вот этих очков он не будет полным. Но давайте мы сейчас с вами обсудим все эти средства, которые мы сегодня с вами попробовали. Хоть вот это мы и не попробовали, я пока не вскрываю крема для рук, потому что у меня штуки 4 одновременно вскрытых. В принципе, мне кажется, вот это очень удобно, что это можно куда-то подвесить. Например, в сумке, внутри в рюкзаке. Я, кстати, дезинфектор для рук одно время прикрепляла даже в свои супер-лакшири сумочки. Просто я не пользуюсь дезинфекторами для рук без супер-какой-то необходимости, потому что они мне сжигают руки. В общем, это прикольно, мне нравится. Но у них, по-моему, с медведями вот с этими очень много разнообразной продукции. Маски вот эти для глаз классные. У них, конечно, не такой эффект, как у патчи. У меня с прошлого раза остался вот такой вот медвежонок, белый медведь. Вообще, когда я обычно делаю такую маску только на глаза, я на лицо наношу какую-то пленку, маску. Например, какой-то лифтинг, например, от Glam Glow. То есть, все равно на лице что-то еще есть. Поэтому для меня это как некий такой элемент мультимаскинга. Несмотря на то, что это не гидрогелевая какая-то текстура, да, это все-таки не патч, да, в привычном понимании, да, этого слова, как мы его понимаем. Но, тем не менее, кожу он напитывает, и все здорово. И на нем не скатывается тональное средство. Кстати, если вы клеите обычные патчи, потом тонер или чем-то как-то это все стирайте, растирайте, потому что тон, скорее всего, будет скатываться. А вот эта сыворотка, естественно, про какие-то уходовые средства можно что-то сказать, когда ты их напробуешь, попробуешь многократно. Пока мне понравилась упаковка, аромат понравился. Называется Olives, и это увлажняющая сыворотка для лица, и она сделана в Корее. Что касается кушенов, в принципе, это не самый мой любимый формат выпуска вообще тонального средства, просто потому что я люблю такое потяжелее, поматовее. Из объективных каких-то характеристик даже через пудру есть некое сияние тонального средства, хотя кожа у меня полностью матовая. Мы говорим с вами про Perfect Skin BB Cream, вообще вот эти кушены такого формата в Miniso много различных, огромное количество, и если у вас очень белая кожа, вы никак себе не можете найти косметику, то Welcome to Miniso, где по промокоду Natalina Moama вы можете получить на кассе скидку 10% на все ваши покупки, потому что, скорее всего, в кушенах для своей суперсветлой кожи вы что-то найдете. По поводу пудры, я просто таким особо на себе не пользуюсь, единственное, зачем я пользуюсь прессованными пудрами, это для того, чтобы на париках проборы прокрашивать. Я предпочитаю рассыпчатую пудру, и мне кажется, в прошлом видео про Miniso мы с вами тестировали рассыпчатую пудру, поэтому я бы рекомендовала лучше взять ее. По поводу помад, они все очень кремовые, очень мягкие и очень увлажняющие. Я очень люблю такой финиш, здесь оттенки такие, у меня почему-то скорее ассоциируются такие они, либо чуть-чуть более коралловые, и их все можно наносить достаточно полупрозрачно, потому что все эти оттенки я вот в сводче в основном делала в два слоя наносила, потому что так они полупрозрачные, то есть вам не обязательно наносить это вот таким вот образом, да, как это сделала я. Вы можете просто вот так вот легонечко себе шлеп-шлеп по губам сделать. Сейчас понятно, цвет еще уплотняется, или там набрать пальцем, но будьте с ними осторожны, вот так вот их не выкручивать, вот так, потому что они очень мягкие, и благодаря этому они наносятся прям вот как такой супер-крем, обволакивают, увлажняют ваши губы, мне понравилась формула. По поводу кистей, мне, конечно, я вообще поражала, прям приколола вот эта кисть, и в принципе это может быть удобно, если вы что-то подобное искали, ну то есть я бы рассматривала здесь как две кисти для тона и для глаз, либо для детализированной какой-то проработки нюансов на коже. Вот эти кисти тоже хорошая синтетика, ну а, ребята, имейте в виду, что они белые, матовые, и после каждого применения их нужно мыть, они друг от друга пачкаются, прям вот видите, оп. Ну, в принципе, все кисти друг от друга пачкаются, знаете, но просто на этих кистях прям сразу, естественно, очень это все видно. В принципе, для новичков макияжа вполне себе может подойти, потому что, ну вот в этом наборчике, наверное, есть плюс-минус все, что нужно для такого супер-базового какого-то начального макияжа. Знаете, важен не размер, а умение им пользоваться, скажем так. По поводу туши, мне кажется, что она такая водостойкая, которая снимается теплой водой, просто по текстуре так это все ощущается. Есть некое удлинение, есть некий объем, повторюсь, чтобы тушь прям вот ее прочувствовать до самого-самого конца, в самые глубины погрузиться, ну, должно пройти какое-то время, тушь должна раскраситься. В принципе, мне кажется, мы с вами обсудили и рассмотрели все продукты, но я думаю, вы поняли, какой я мой фаворит во всей этой посылке. Это тоже очень красиво. В общем, ребята, напишите, пожалуйста, внизу, что вы покупаете в Миннесо, что вы уже покупали, что-то уже пробовали. Может быть, что-то мне посоветуете, чтобы я тоже сходила, посмотрела. И также не забывайте, что еще 10 дней после выхода моего видео будет работать скидка 10% по промо-коду Наталина Муа во всех магазинах Миннесо, но в России. Потому что в прошлом видео меня спрашивали про другие страны. Только в России действует эта акция, к сожалению. Мы, конечно, пускаем свои щупальцы на все остальные рынки постепенно, но пока, к сожалению, только в России. Ну что, пишите, пожалуйста, внизу ваши любимые покупки из сети магазинов Миннесо. Также, что вам понравилось, что вам не понравилось из сегодняшнего видео. И не забывайте также ставить лайки, не расстраивайте мне шутку. И также подписывайтесь на канал, и мы с вами скоро увидимся. До встречи и всем пока!